Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии АТК от Магомедова и коротко о главных событиях на этот час. Невнимательность водителей, очередная страшная авария в Карабутовкенском районе. Рамазан Имеев готовится к дебюту в UFC. В Карабутовкенском районе в результате аварии погибли и пострадали люди. На дороге столкнулись «Лада Приора» и «Тойота РАВ-4». Пострадавших доставили в центральную городскую больницу города Избирбаш. Точное количество погибших и пострадавших выясняется. На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют причину произошедшего. Как сообщает в МЧС, возгорания на месте ЧП нет, движение не нарушено. Жители Махачкалы массово нарушают правила дорожного движения. На улице Магомед Тагирова прошел очередной ряд ГИБДД по выявлению нарушителей. О том, как реагировали горожане и каков размер штрафа за переход в неположенном месте, выяснял Гамзат Нурмагомедов. По примеру, этой особы в Махачкале дорогу переходят сотни людей. Цифры наездов на пешеходов с летальным исходом устрашающие. С начала года, по официальным данным столицы Дагестана, по причине несоблюдения элементарных правил дорожного движения погибли 15 пешеходов. На территории Республики Дагестан с 26 июня по 30 июня проводится операция «Пешеход». Данное мероприятие направлено на пресечение нарушения пешеходов и правил дорожного движения. Горожане пугают и штрафы в размере 500 рублей. Кому-то просто лень дойти до пешеходной дорожки. Но эта лень в конечном итоге может привести в могилу. По холадности пешеходов на дорогах ежегодно погибает около 30 человек. На месте сотрудники полиции проводят с нарушителями профилактическую беседу и оформляют протокол. Как отмечают горожане, на оживленных улицах необходимо создать дополнительные условия для безопасности переходов. В столице, по их словам, слабая инфраструктура. Организовать как-то более доступное место для пешеходов. Организовать какие-то воздушные пешеходные мосты и так далее. Потому что все-таки город не маленький. Но все жители поддерживают подобные рейды и положительно отзываются о проводимой работе. По их словам, необходимо напоминать горожанам в опасности и последствиях несоблюдения правил дорожного движения. Республиканская акция «Пешеход» продлится до 30 июня. Ну а далее краткий обзор событий от Алины Хасамбековой. Паломница из Дагестана родила мальчика во время хаджа. Радостное событие в священный месяц Рамадан произошло в дагестанской семье Малачиевых в Саудовской Аравии, где паломники совершают хадж. Ребенок появился на свет после завершения всех обрядов малого хаджа. Отметим, что в этой семье это уже четвертый ребенок. Родители планируют назвать мальчика Билалом. Махачкала-Водоканал оштрафован на 150 тысяч рублей. Суд признал законным штраф за нарушение правил водоиспользования, который был наложен на открытое акционерное общество Махачкала-Водоканал и его руководителя. По данным прокуратуры Дагестана, штраф был выписан по результатам проведенной межрайонной природоохранной прокуратурной проверки. Рамазан Аймеев подписан в UFC. Весть об этом любители ММА и желали услышать уже на протяжении нескольких лет. Теперь контракт заключим. Боец ведет усиленную подготовку к долгожданному дебюту. На одной из таких тренировок побывал Курбан Рагимов. Две тренировки в день при решительном настрое только на победу. К дебюту в самой престижной бойцовской организации мира Рамазан Аймеев готовится основательно. Утренние занятия на море или в горах, вечером тренировки в родном горце. Все это совмещается с работой по индивидуальной программе во всех аспектах. В принципе, есть время на подготовку. Подготовка – это 90% моей победы, можно сказать. Я всегда вот так думаю. Будут сборы в горах, будут сборы на море. Все сделаю, чтобы достойно выиграть, красиво достойно выиграть. Мне по-любому эта победа нужна. К выступлению в американской организации UFC Имеев созрел уже давно. Экс-чемпион М1 имеет в своем послужном списке 15 победных боев. И по праву входит в топ-25 лучших средневесов мира. Можно было еще давно тоже перейти в UFC, но я ни о чем не жалею, честно сказать. Я здесь тоже неплохо и в рейтингах набрал, и во всем. Я доволен всем. После месяца Рамадана уже приступил к интенсивным тренировкам. Уже хочу, чтобы уже назначили бой. Я-то сам хочу, где-то на 2 сентября будет турнир в Роттердаме. 2 сентября к этому турниру хочу подготовиться. При подготовке к серьезным стартам важна каждая мелочь. В фитнес-клубе «Премиум» бойц UFC нашел все условия для занятий. От зоны для единоборств до просторного тренажерного зала. В этом зале преимущественно он огромный реально. И все необходимое в одном месте, все собрано. Я в этот зал уже хожу, можно сказать, второй год. Здесь все необходимое для того, чтобы подготовиться к бою. Здесь даже ковер, качковые принадлежности, даже парная, все есть. В уходе зала, даже кафе, все необходимое, все рядом. В принципе, это все под рукой. И сам зал находится в центре города. Занятия по душе здесь найдут те, кто хочет укрепить свое здоровье и быть в прекрасной физической форме. Зал оснащен профессиональным оборудованием для эффективных тренировок. Опытные инструкторы найдут подход к каждому. В фитнес-бар наличие финской бани и уютных душевых дают возможность для комфортного отдыха после занятий. Я здесь занимаюсь уже второй год в этом зале. Здесь есть отличная кардиозона, тренажеры премиум класса, здесь есть отличная финская баня, здесь есть маты, здесь есть груши, здесь есть заниматься разносторонними видами спорта. Поэтому я и выбираю этот зал. В эти дни с 26 июня до конца месяца в фитнес-зале премиум – грандиозная акция. Любой желающий привести мышцы в тонус получит скидку 50% на все абонементы. Курбан Рагимов, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала. И к концу выпуска о курсе валют на завтра. Доллар остановился на отметке 59,54 рубля, евро – 67,68 рубля. Еще больше новостей вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!